Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Двести пятьдесят сколько лет мы не меняем хорошее кто тебе сейчас будет курицу резать когда она началась только ящики нести это только какой пьяница на бутылку что надо он может зарезать курицу весной не куришь ни коров не продают весной а осенью продают коров осенью больше продают нет у нас ведь у нас потому что у нас так что у нас всегда подрастает там прибраковым каких допустим вот выборком не то что не больные выбраком а вот такие допустим барану небольшой же у него рога здорово здесь цепляется мы его убираем там или овечка у которой значит нет и гненкой и нет его убираем то есть не больные которые для расположения дальше они как бы не годы поэтому мы их защищаем будем считать что вы просто хорошее мясо готовить конечно а то вы сейчас наговорите конечно нет я сказал что вы брак вон инвалидов больных нет много словал зарезали то бывает такое бывает у нас каждый год делают все там положено прививки нам от сибирской язвы и прочее но после прививок там две недели уже нельзя пропускать по правилам поэтому когда делают прививки по света мы там какой-то месяц в течение месяца мы не реализуем не продаем так еще какие вопросы вы как думаете вот время сегодняшнее у нас и время семидесятых годов да ну в общем вот здесь помнит те годы вот многие здесь есть которых моих годов жизни нашей да помните нет как но материально допустим и вообще тогда было легче или сейчас тогда было как я скажу что я на стройке работал зарплата была 150 180 рублей в месяц это была большая зарплата считалась хорошо то есть а то было 120 там это могу брали аккордный наряд там возьмем аккордный наряд бывало иногда до двухсот но это когда мы работаем не по восемь часов а по двенадцать часов там еще остаемся выходной там прихватываем чтобы это вовремя сделать что-то подогнать под перекрытие дом вот тогда теперь в то время сегодня думайте делать ремонт вы где-то ищите материалы как где найти и купить нигде позвонил привезу нигде все привезу и вы ищете можно посмотреть где дороже где подешевле так да да вот я к тому что сегодня есть так что живут люди молодые 27 лет 30 лет нет да как это да вот что это ну трудно все нет ничего я к 27 годам я второй дом уже себе строил один в Рибрихе на станции построил продал переехали в Киргизию и там стал строить нигде кирпич не достанешь не купишь только где-то там договоришься как-то поддон кирпича привезут я его к утру его выложу там это за ночь опять где-то ищешь там где чтобы купить как-то цемент где-то там мешок там два добудешь как-то это вот вот таким образом тем более материал нигде но строил было желание значит строил не жалел там своих сил строил в Киргизии построил там сестра сейчас живет вот потеряевки два дома построил ну здесь я уже строил потеряевки мне было уже 47 лет а вот до 30 лет я два дома уже себе построил сам своими руками никого не нанимал и церковь ну храм это я уже после 33 лет я 4 храма строил это уже когда я стал священнослужителем тогда это было а так что поэтому уповать на то молодежь что как да что это здесь только ну сегодня и заработать то есть заработать то мы нигде не могли кроме этого ну там ведро малины продаж там или черешки было уже в Киргизии продаж еще какое-то мы находили выход мы молодые были там начали то свиней завел то кроликов завели мы значит у нас было только 50 маток кроликов да мы вместе с на кроликах зарабатывали было по 300 рублей по 400 да вот так вот заработали так что тогда там принимали трехдневных врачат на какую-то биофабрику рубль 20 стоил один ну это очень такая была работа очень ну кропотливая мое дело было только клетки там все а матушка она там и ночевала читаю это у нее журнал там был когда кто значит принесет сколько у какой молока много у какой мало молока вот потому что соберет если сегодня пять допустим штук принесли плод она и всех собирает в одну корзину потом в день 3-4 раза выносит под каждую разложит сколько какое надо накормить надо и а на третий день уже реализует их везут на биофабрике вот так вот зарабатывали ну все там было и что-то продали как-то где-то то есть спать не приходилось вставали рано ложились поздно поэтому а сегодня сегодня даже ну можно даже есть к этому ну все все чтобы как-то себя реализовать нет здесь в другом месте земля есть в деревне у нас есть земля скотину держать сколько за сколько хочешь можно держать держи вот плотниковы братья у них было больше ста свиней они несколько лет держали сейчас Володя убрал уже он не может что-то болеет и поэтому не стал уже а то держали свиней там много ну Игорь Зарабаш у него сегодня дойных наверное будет летом наверное двенадцать коров ну сейчас там у него семь наверное шесть только дойных но которые еще будут ну так он встает то в пять часов а ложится я не знаю когда он даже ложится спать смотришь одиннадцать часов еще свет горит еще сепарирует что-то то есть вот так вот можно сегодня поэтому по-моему что да где я тогда как сегодня это даже неразумно можно найти работу какие еще вопросы ко мне еще раз приглашаю всех заранее готовьтесь вот вот к этому времени третьего июня еще раз третьего июня это будет воскресенье это заговня будет на Петровск да вот вот приедете у нас заговеетесь там будет значит барашки там вареное все и будет там заговня галя заранее готовься к колесам машину проверить все что было нормально все гайки были на месте концерт ну все да спасибо христос батюшка будьте здравы многое лето да 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 и читаем толкование на сегодняшнее евангельское чтение во имя отца и сына и святого духа аминь евангелие от марка 15 глава 42 по 47 стихи и как уже настал вечер потому что была пятница то есть день перед субботой пришел иосиф из аримафии знаменитый член совета который и сам ожидал царствие божие осмелился войти к пилату и просил тела иисусова пилат удивился что он уже умер и приказав и призвав сотника спросил его давно ли умер и узнав от сотника отдал тело иосифу он купил плащаницу и сняв его обвел плащаницу и положил его во гробе который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба мария же магдалина и мария иосифа смотрели где его полагали толкование блаженный иосиф еще служа законом признал христа богом почему и дерзнул на похвальный подвиг не стал он размышлять вот я богат и могу потерять богатство если буду просить тело того кто осужден за присвоение себе царской власти и сделаюсь ненавистным у иудеев так ни о чем подобном не размышлял сам собою но оставив все как менее важное просил одного предать погребению тело осужденного получив тело иосиф купил плащаницу и сняв тело обвил ею честное честно предавая погребению ибо он был и сам ученик христов и знал как почтить владыку он был благообразен то есть человек почтенный благочестивый без укоризненный что касается дозвания советника то это было некоторое достоинство или лучшее служение и должность гражданская которую имеющие должны были заведовать делами судилища и здесь часто подвергались опасностям от злоупотреблений свойственных всему месту пусть слышат богатые и занимающиеся делами общественными как достоинство советника нисколько не препятствовало добродетели иосифа имя иосиф значит приношение а аримафей возьми оное будем же и мы по примеру иосифа всегда прилагать усердие к добродетели и взимать оное то есть истинное благо да сподобимся принять и тело иисусова посредством причащения и положить оное в гробе иссеченном из камня то есть в душе твердо памятующей а и незабывающей Бога да будет душа наша иссеченную из камня то есть имеющую свое утверждение во Христе который есть камень да обвием сие тело плащаницею то есть примем его чистое тело ибо тело есть как бы плащаница души божественное тело должно принимать не только в чистую душу но и в чистое тело должно же именно обвить оное то есть покрыть а не раскрывать ибо таинство должно быть покрыто сокровенно а нераскрываемо в англии от марка 16 глава с 1 по 8 стихи по прошествии по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы чтобы идти помазать его весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорит и говорят между собой кто кто отвалит нам камень от двери гроба и взглянул видят что камень отвален а он был весьма велик и войдя вокруг увидели юношу сидящего на правой стороне облеченного в белую одежду ужаснулись он же говорит им не ужасайтесь иисуса ищите назарянина распятого он воскрес его нет здесь вот место где он был положен но идите скажите ученикам его и Петру что он предваряет вас в Галилее там его увидите как он сказал вам и выйдя побежали от гроба их объял трепет и ужас и никому ничего не сказали потому что боялись толкование ничего великого и достойного божества иисусова не помышляют жены когда сидят при гробе и покупают мира с тем чтобы по иудейскому обычаю помазать тело дабы оно было благоухающим и издавало неприятного запаха отцвения и дабы силою мира иссушающего и поглощающего влагу тело сохранялось невредимым ибо субботами называли дни седмица а единою в день первый востов идут ко гробу и размышляют кто отвалит им камень но между тем как они размышляли о сем ангел отвалил камень хотя жены не чувствовали того так и Матфей говорит что ангел отвалил камень после того как жены пришли но Марк умолчал об этом потому что Матфей уже сказал кем отвален был камень если же Матфей говорит что ангел сидел на камне а Марк что жены вошедшего гроб увидели его сидящим внутри то им не должно смущаться ибо могли они видеть ангела сидящего вне на камне как сказано Матфея могли видеть опять его же внутри гроба как упредившего их и вошедшего туда Петра отделяет от учеников или как верховного именуя его особо от тех по преимуществу или вот почему так как Петр отрекся то если бы жены сказали что им велено возвестить только ученикам он сказал бы я отрекся следовательно уже не ученик его а потому господь отверг меня и возгнушался мною поэтому ангел и присовокупил и Петру дабы не смутился Петр тою мыслью что будто он не удостоит и слова как отрекшийся и потому уже не достойный быть в числе учеников посылает же и в Галилею отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев тогда объял лжом трепет и ужас то есть они поражены были и видением ангела и страхом воскресения боялись они иудеев они одержимы были страхом от видения до того что как бы потеряли разум потому и ничего никому не сказали забыв все что слышали спасибо Христос меня детей попрошу не уходить пока о болящих среди болящих я хотел бы упомянуть брата Игоря давно вот он болеет то одно то другое то третье что-то никак он не вылезет от этой полосы помолитесь о нем третий куполь да третий куполь да много слава Богу не важно вот это вот начинает вот когда вам сказали болеет зачем не любопытствуйте чем и как до чего где что болит ну болеет человек не может по болезни прийти это не столь важно мы уже все знаем что сестра Анастасия наша болеет и болеет давно уже девять месяцев после операции слава Богу Господь ей даже в это время сейчас она опять госпитализирована в отделении общей хирургии в краевой больнице в той же палате седьмой этаж седьмая палата если визит то визит больше нужен духовное общение поддержка молитва потому что пищу она принимать практически не может кишечная непроходимость на протяжении уже практически месяца частичная кишечная непроходимость это может быть разные ситуации значит еще будет дополнительное обследование на следующей неделе предстоящей прошу помолиться о врачах Натальи Игорь Владислав ну и с ними вот чтоб персонал был расположен к рабе Анастасии и чтобы Господь подожил найти причину этой непроходимости это может быть два варианта либо это просто спайка образовалась после операции либо это продолженный рост опухоли ну и в зависимости от этого может быть разные исходы то есть это могут рассечь эту спайку и удалять эту непроходимость и она будет сейчас у нее при росте 175 вес 56 кг ставьте какой-то цвет массы тела вот снизу она хочет питаться вроде временами как и появляется аппетит но не проходит дальше поэтому расслаблять нужно а снизу тоже не проходит так что там ситуация такая ну она принимает все с благодарностью благолучно за молитвы не отчаивается это главное слава Богу Господь ей дает силы терпения так что я призываю всех и всех смотрящих это нас вот здесь в этом собрании кто будет в интернете братья и сестры я к вам обращаюсь присоединитесь к нашей молитве призываю сейчас всех на молитву Господи услышь наше моление помоги помоги господи рабе Анастасии дай ей силы терпения перенести все испытания религию прости разрешение по ее молитвам Господи дай еще время для воспитания идей страхи Господни и чтобы эти усилия которые она приложила для воспитания идей не были напрасными Господи не дай рассеяться этим детям и уйти в мир Господи слава Тебя за все во веки аминь не только этим а и всем детям домой и всем детям да значит хочу особенно обратиться к детям дети не уходите еще подождите успеете успеете вы насытиться этим 50 еще полдесят особенно к детям с роботом чтобы они жили в мире любви и согласия я заметил что между ними нет этого которое должно быть между родными и близкими людьми поэтому живите в мире любви и согласия помогайте друг другу помогайте матери которой неизвестно сколько может с вами быть может и короткое очень время может быть так что оцените это время которое вам дает Господь помнить мать и между собой живите в любви и согласии даже сегодня я заметил что между сестрыми нет такого которое должно быть между сестрыми родными так что оцените это время которое есть между вами которое есть еще в вашей семье да и братья тоже злые помогайте друг другу Игнат Тихонович, у вас было слово и для детей в том числе С коридора сюда заведите могут, чтобы они лучше слышали Молодец, зайдите, пожалуйста, зовут нас Дети это главное сокровище, это слова В Советском Союзе спрашивали, какой у вас привилегированный класс Сегодня кто там, миллиардеры, грабители России, самые привилегированные Которые берут взятки, которые в Китае сейчас везде говорят Как, какие способы, сколько еще надо государству отпустить денег, чтобы коррупции не было И в интернете показывают, у Китая поучитесь Для этого требуется деньги отдать только на патроны, больше не нащего Министр коррупцию брал, ту же перед народом расстреляли Два миллиарда, они под руками их держат Эти народы очень трудолюбивые И я говорю о детях, как они о них заботятся, считаешь, даже невероятно Показывают мальчика, как он там попал, что, учитель о нем взял и в интернет поставил Он ходит где-то за пять километров по льду и нет шапки И одетый, как попал, и решил учитель узнать И узнал, не отопляется комната А температура-то минусовая Бабушка хоть матери нету нигде Он, мальчик, зачем? А я все равно буду грамотный И взяли его, и там как-то опубликовали И вот сразу пригласили в спецназ Прокатили там на вертолете, на самолете Он даже никогда не видал никакого поезда И сразу узнали, у них даже нету угля, не с чем затопить Стали делать сбор денег, все поправили Один дом, второй школу И за него засыпилось все И стали собирать деньги И сразу только собрали полмиллиона, кажется, евро Со всего мира начали люди посылать А всего ничего И температура вся изменилась Мальчик, и он показан, ну там Сянь Вин там называет его по-своему И он, этот мальчик, нигде ни разу не поскользнулся Что бы ни спросили А я должен учиться Дети эти знают, нет? Давно ли они читали Библию? Когда садились вокруг нее Главное это У них у китайцев-то Бога-то никакого нет Буда это не Бог Это человек, достигающий через нирвану Такое внутреннее спокойствие, такого состояния Там нет никакого Бога А мы знаем Иисуса Христа И вот сейчас говорят В такой-то семье живут недружно Вот сейчас я Истар Дай мне руку свою Покажи, ну руку Смотри сюда Больше не надо Всю службу стоит и грызет вот так Вы разве не видите? Нет, ногтиеды называются Вот непрерывно грызет, а потом еще что-то пощамкает и проглотит Я много видел этих людей У меня свой вывод где-то Это склонность к крови Он все время облизывает пальцы Я дальше с этими людьми стал знакомиться Я ужаснулся Почти 100% Связаны с кровью и с убийством Это же ребенок Почему за ним не смотрели? Психологи выводят определенные качества И говорят Будущее узнается Вот потому он как сейчас делает Чем он интересуется Когда говорят о детях Вот такой-то Сергей Радоневский Там Серафим Саровский Житие И везде говорится И он не любил детские игры Я отдельно выстоял Он здесь в симфонии Можно посмотреть Целый ряд Что, разве запрещены играть? Нет Говорят, играли дети Мы вам играли веселые, грустные И вы не плакали Господь берет пример их Это не запрет Но Иные бы из игры не выходили Они непрерывно учатся И учатся небожественному Вот рядом дети Вот кто заметил Сказал Зачем внимательно посмотрел Эти дети у меня в лагере Уже по 5-6 лет И скажу, что Не то, что мало Никакого внимания нет Потому что если есть Хоть какое-то внимание Ну, сразу меняется И человек влагает Туда свой капитан Знает Это с превращением придет Он меняется Дальше благодарный И прочее Здесь ни на одном пункте Я не могу зацепиться У меня опыт немаленький 45 лет только начальник Детского лагеря Дальше В местном СИЗО работал Отдельно для малолеток И отдельная работа С малолетками Преступниками Я имел возможность Скажем, отдельно сидеть в кабинете Беседовать Расспрашивать Самое-самое-самое И вот одна женщина Там работающая с ними Она задала вопрос Какой в вашей жизни Был самый несчастный день И спросила Никого-то А девочек Для них отдельно В лагерях очень много И работать с ними Женщинами Поэтому девочкам Особое внимание Я когда-то задавал вопрос Отцу Глебу Якуину Александру Мень Отцу Дмитрию Дудко Один и тот же вопрос Скажите Мы должны как-то проникать Вот почему была война Там с Гитлером Какие причины Причины там разные Но причина одна Что вы хотели этого Над всем миром возвышались Издевались А теперь Бога Стали искать уже в плену В плен попало сразу 4 миллиона В мировой истории этого не было Таких армий даже не было нигде А это только в плен А дальше Сталинград А дальше Курс И дальше получится В конце итог подобьют За каждого убитого немца Заплатили по 5-6 Солдат Так не воюют Если за каждого платить по 6 То представьте Там убили 6 А здесь 36 Это сегодня уже просто Там 6 неполных даже у немцев А здесь Сначала говорили 7 погибло При Хрущеве 28 А сегодня загоняют под 40 20 при Хрущеве было Да еще считают Которые умерли от ран Там что-то они разные дают статистики Я к чему говорю Я задавал вопрос Как объяснить Что возникновение мусульманства Ислама Крайне враждебной К Евангелию Инжил они называют Инжил Враждебная У них закон такой Если мусульманин Переходит в христианство Обязан где угодно Найти его Убить Зарезать Это сегодня И они это не придумали У евреев было так Если даже лежащая на лоне твоем Скажет Пойдем служить другому Богу Да не пощадить ее Твоя рука То есть они это взяли Не откуда-то А взяли От Моисея А в истории Мировых религий Известно только Моисея и Мухаммад Это Магомед Как у нас называют Которые мечом Прорубали себе дорогу Уговоров никаких не было Я задавал вопрос Ну почему Потом сам стал исследовать Коран от корки до корки Прочитал Вот 18-й том лежит Это полностью посвященному Вот она лежит У них зеленый свет считается Превалирует То есть главный над всеми Фасура моя я там разбирают Ну это главные стихи Теперь я уже вижу что такое Проехали 6 мусульманских республик Встречались с дорогой с ними В Советском В России уже сколько И Турцию прошли Там с той стороны Черного моря Какой этот народ внимательный Какие они заботливые Друг от друга Вот пасет он где-то Рассказывать Я считаю И подтверждаю Так оно и есть Но они двое пасут И решили немного Поразвлечься Ягненка закололи Одного там Хромает он Отстает И овешек там много Вот Собирает там какой-то Саксаул Подходит еще Салям алейкум Садись брат И когда сварили Стали Уже хлебать говорит В это время было 48 человек вокруг И ни один лишний не будет Это о чем-то говорит У нас за всю Историю христианства Не было ни в одном храме Что были одни мужчины И это повторилось Одновременно везде И сколько есть мужчин Все до одного были Их так учат Что их не собирают Намаз Пять раз в день Или вот сейчас Совершается в них Праздник какой Одни мужчины Женщинам не положено Чтобы ее не видели Дома разбираться будем И в Москве Показали Вышло И на улицах Пройти нельзя было В Москве Они одновременно Все кланяются 300 тысяч Сегодня говорят Было 1 миллион 200 тысяч Улица Огромный проспект Москвы И ни конца Ни края не видать Это как один Москва-то уже Все понимают Она под другим Находится народом Это очень известное Священник Отец Дмитрий Дудко говорит Какая у нас Жестокость Друг друга не видим Здесь другая нация Будет жить Я вам говорил Как бабушка Подошла ему и говорит Отец Дмитрий Ну вот у меня вопрос Я думаю Задут вопрос И тот очередный Давай Вот еду я Молиться-то Такси А таксистов Очень много Из них Там мусульман Если мусульманин Везет меня Я деньги Вынимаю Мать Да разве можно Это Ты же мать Да едешь Помолиться Это грех Если русский Обязательно возьмет А это моя работа А ты бы Узнал какой счет У нее За ЖКХ Или что-то заплатил Да Вещь ее занес На пятый этаж Мы очень сильно От них разнимся Это говорит Отец Дмитрий Смирнов Здесь будут жить Другие люди Он прямо говорит Как Игнатий Бричанинов Говорил Когда Месяц Сделал эту Эпископскую Контрольную поездку А было 1275 монастырей Он говорит Едва ли два Едва ли четыре Монастыря Имеющие духовную жизнь Остались одни актеры С монастырями Покончено А актеры Ничего не сделают Это он Тогда говорил Это в пятом томе Игнатий Игнатий Там георгиевский Зачем Благовест О Туда Там Ступени У нас здесь Я был тоже И человек залазит И специально люди Льют колокола И много колоколов Он сейчас На веревочке Привязывает Коноген Он наступает Двумя руками Дергает Они перезвон дают Это не просто так Это не один раз Колокол ударить Что у мусульман Минарет Намного выше Чем сама у них Мечеть Для чего Я говорю А колокол для чего Патриарх Кирилл Говорит так Раньше было так Что в колокол Только ударишь И все потянулись А сейчас хоть Из пушки бей Никого нету Вот действительно так Я опираюсь На словании Соседа моего У них как Каждый раз Перед богослужением Специальный человек Модзин Залазит По винтовой лестнице На самый верх И он оттуда кричит О правоверные Идите молиться Славить Аллаха Как много добра Он сделал нам За эту неделю Намного лучше Славить Бога Нежели лежать спать Примерно А у нас что Колокол И они запретили колокола В мусульманских странах Колоколов нету Монахи Остались ни с чем Тогда разрешили им Доску деревянную И бить Чтобы вам только глухим Слышно было Било называется Можно научиться А у нас Колокол Это голова Которая бьет внизу Это называется Язык Ну голова Язык Так и называется Но теперь Вот колокол ударил Или человек там Вверху стоял И говорил Исследуйте Писание Ибо через них Вы думаете Имеет жизнь Вечную Они свидетельствуют А мне Сегодняшнее Вангельское чтение Что лучше то Люди По неволе Туда тянутся До чего Восникла Эта религия А вот Нам Показать Кто мы такие Где вы найдете Я вам задам вопрос Скажите Кто молится Как у нас Написано 118 Псалом 164 стих Я В основном К пенсионерам Обращаюсь 7 раз в день Становятся на молитву Поднимите руку Чтобы видно было 5 раз 5 раз Кто Вот уже один есть Одна только Под мусульман Еще годится А остальные нет Это у них везде 1300 лет Мухаммад умер В 632 году И весь мир Буквально Уже 2 миллиарда С лишним Еще чуть-чуть Меньше христиан Так их сравнивать Нечем А как они нас называют Они говорят Люди Писания От ним Относит христиан Иудеев Это Мухаммад говорил Я думаю Как он мог это сказать Или он видел Этих людей Или как Какое Писание Господь говорит А ты как считаешь Как написано Христос неоднократно Обращался Слушай Если бы русские Атамбули Как считаешь У нас сразу Господи А чего считаешь Ну закон который А какой закон Ничего не знают А в России Говорят Неграмотные люди Были грамотные Мы вчера смотрели Всю историю В школах И как учили Какие были разные школы И как Много мы люди учились В школу приходили Там они Например К 7 утра А уходили В 7 вечера Когда темнялось Ученики Домой ни одной книги Не давали Она одна книга На всю школу А мы люди Писания Вот на этой неделе Вторник На кладбище Люди ездили Там Радониса Как называют Ну Господь позволил Нам проехать Мы набрали Евангелие По благословению Патриарха Кирилла Изина Красные Такие И там раздавали Я с этим соединю потом Не отошел Сергей Павлович Возил Ну Михайловское кладбище Знаете На Барнаул туда ехать Сколько оно занимает места Кто знает Видите Сколько можно было бы узнать 120 гектар И две десятых Кажется Она звана поселу Которое вплотную подошло Асфальтная дорога И там где разветвление И идут Ну Видно что Там Ухаживают за этим И очень много было полиции Она сама не пришла Это ей Вышестоящий Кто там Начальник отделения Я думаю Так зачем он пришел Он бы отдыхал Дома И они Автобус за автобусом Идут А машина к машине 10 километров Из Барнаула на кладбище Между машинами Трудно пройти Машины стоят И идут Да еще В две очереди Рядом Мы давай Евангелие Эти раздавать Это все засняли Уже в интернет выставили И я подхожу К полиции И им подаю Да раньше Увидели Где-то Сейчас говорят Закон яровой Не выйди Не везде он работает Им дано было Очевидно Указание Лишний раз Никого не трогать Даже одного Такого пьяного Видели И они его И то не тронули Очень корректные отношения Встречают Там показывают Ленту протянули Чтобы не попали По автобусу И везде Мы должны Это брать Для себя А было Когда при советской власти Чтобы возили Да еще бы ради Это не возили Когда они признают И поэтому События Какие у нас случаются Они Имеют Прелюдию То есть Что-то там Впереди было Вы детям Говорите Вот ты видишь Вот этот человек Учился в школе И этот учился Этот сидит Срок отбывает А этот уже Начальник депутатом А почему Его учили Меня не учили музыки И поэтому Я могу только Соревноваться С медведем Когда он Найдет Расщепленный пень Оттодвинет Отпустит Она дрожит И такая у него музыка Говорит Медведь на ухо наступил А другой До самых вершин достигает Детьми надо Заниматься На конкретном опыте Вот эти народы Мы видим Что они Любят писание Я о ком говорю Любят писание Любят молитву Они Как выразился Андрей Курай Религиозно талантливые Мне до того Это слово понравилось Я его уже измусолил везде Не просто верующий Пришел и отставил А религиозно талантливые Они всегда реагируют На то что есть Они конкретно Обращаются к Богу Своими словами Вот Хаджимура Льва Толстого читаем Русские войска подошли Все разгромили Аул сожгли У него внук был Убили его Пасека была разорили И они собрались Вместе с Аксакалы И Аллах О зачем эти люди живут У них вопрос Уже не о восстановить что-то А о нас Зачем мы живем на свете Это не сегодняшние Люди были И он знал о чем писал Ибо сам был участник этих событий О нас мнение Очень и очень худое И очень и очень низкое И в Европе И везде Пьянь Дрянь И еще и букву С Поставят впереди Сегодня в курортах Везде спрашивают Если узнают Берут путевку И узнают А русские там будут Если есть люди отказываются Билеты обратно сдают Что они там вытворяют И делают И все это заснято И показано Тут уже не поделка какая Давайте доброе видеть где-то Я показываю где Где молятся Где любят Слово Божие У нас что Свеча Вот заметьте Евангелие И впереди идет со свечой Ну кто у нас был Никита Сейчас Терентий Ну положено так Они это делают Перед архиереем А что означает это Не знают Свеча это означает Перед Христом Евангелие это Христос А перед ним прошел Иоанн Креститель Так что это не просто Ерема какой-то Это Иоанн Креститель И он ему подражает Это объяснение Дается в нашей литературе В новой скрижале Симеона Солунского Почему прямо это не сказать Вот Владимир Головин Он говорит Спрашивает свеча для чего Стены коптить Работа будет другим Которую будет мыть Будут красить Что в спасении Никакой роли свечи не играет А сегодня главное Зайти скорее накупить Пройти поставить Толкают людей И вот это состояние Профессор Осипов Называет Служение бесам Я говорю Это ролик так называется Служение бесам Молиться нельзя Главное свечи Мы не передаем свечи Стоим где-то сразу Баптисты, сектанты Приперлись в наш святой храм Не передают Давайте обратим на это внимание Как дети здесь молятся Вот смотрю я Маленько в стороне Стою Мне как соглашено Мне тут положено стоять Вот она В ней длинный платок И она вот так Концы его завязывает На пальце Развязывает И все время Всю службу Она вот так вот метелит Это Кто это делал Ведь не сознается Всю службу Теперь показывают У мусульман В школе Или где сидят Руки одна на другой И вот так вот Я смотрю Полчаса Ни одна не шевельнет Пальцем Так Занимающиеся с детьми Слушайте внимательно Один грызет Ногти всю службу глотает А другой вот так Ты отвлекаешься Вот руки И ни одна не пошевелит Нигде Я разговаривал с воспитателями С японскими Там где Это не просто так Вы будьте внимательны Смотрите А какое твое участие Только молитва Вот у нас на этой скамейке Сидели другие люди Сегодня они прямо выходят И напрямую И с гневом Их уже давно нету Что держат Со всякой ложью соединяются Во-первых Я не называю никого Это не все Но они же есть На службу вечерни Никогда нету Никогда нету На канун Андрея Креска Никогда не приходит Это же состояние Когда уезжает В другое место Почему Не усилим молитву Об этих людях И люди все эти Хорошие Для государства И для людей Добродетельные Но Нет ревности А нет ревности Значит Он бы и не заметил Она в этой Ходи в церковь Там раз здесь сидит Пришел-ушел Никто никого не знает А здесь-то на глазах Все это видит Это сегодня Я пытаюсь остановить Бесполезно Внутри уже Недовольны И кем недовольны Мною недовольны В первую очередь Ну а когда вы не ходите В храм Меня даже там и нет В другом месте Бываете где-то У нас люди приезжают Вот Людмила Степановна Где она была И рассказывает Она была в храме А вот там-то так-то Ну так Люди сравнивают Нельзя не сравнивать Наш вот этот материал Который из книги Он не просто пользуется спросом Он работает Новые и новые люди приходят А мы Сейчас Никуда на благовестие Не идем А только через интернет И самое Сейчас главное Скажу Уши Распакуйте Когда я сдавал И сдать Невозможно Сегодня По самым скромным Подсчетам Общая стоимость На сегодняшние деньги Превысила 50 миллионов Это деньги Вот эта аппаратура У нас хуже Ниже ее нету И она ломается Почему бы не подумать И не сказать Благовестие Ты будешь участвовать В благовестие Подумать И через какого Нашего знатока Кто у нас там Виктор Вот Собрать ему На хороший Такой Чтобы он нам Принес У нас один В ремонте лежит Оно туманно Или как-то Если доходит до сердца Подумайте Возьмите на себя Помолитесь И где-то Поскребите Где-то Мне Я не больше Не съем И не выпью Но уже все говорят Ну Такую работу делайте На ваши нашли Там даже мусульмане Мы такого никогда не видели От них столько приветов Ну и врагов Конечно хватает Что у вас Аппаратура То такая Вы между собой Посудите О деле Я говорю Или нет Если о деле Подумайте Как это сделать Сколько он стоит Сегодня Я не знаю Самый маленький Сергей Сорок Тридцать Тридцать точно Ну тридцать точно Ну может там получше Если у нас и люди есть Которые прям в магазине В том торгуют Я напоминаю вам Что бесплодными Прийти Господу Очень трудно Один Ну не может ехать Там в Индию проповедовать Другой билет покупает Третий берет Возможность его Снабжать чем-то Как-то Тогда все это Вместе считается Это Божье дело Ходили женщины И служили Христу Он тоже Господь нуждается В этом Потому что Марфа много Суетилась А без Марфы На один день А дальше Ресурсы кончились Вот этот маленький вопрос Себе где-то возьмите Говорили о больных Вот к истину православия Поднимем так Что видно было Вот посмотрите Вот Какая буква пишется Сколько вокруг нее И там все такие заголовки Это сделал Человек Из старообрядцев Игорь Куц Тогда был Олимпийский чемпион Владимир Куц В Мельбурне Куц Его ребятишки были у нас Кажется Илья и Рома звать И он Внезапно заболел А дальше Кто с ним Я с ним созвонился Расскажи Как у него состояние Я больше не звонил Состояние у него Может быть Нисколько не лучше Чем у нашей Анастасии Он был в больнице Был в больнице И отправили его Я так понял Что он последняя стадия Понятно Он очень мастеровой Что делал Изватив О больных уже говорят Я добавлю Возьмите Запишите И чтобы Бог устроил Как ему угодно Он очень хороший человек Игорь Как таланты проявляются Я не знаю У Ромы Или у Илюшки Там говорили Я слышал Прямо Не слышал Даже читал Кажется Где-то Из Старогрязской литературы Вы услышали Сидите И запишите Я говорю Только Львов Николаевна Пишет И там И там Вон Молодец Молодец Знает Строгрязь Вот Третий Смотрю Никоил тут И Другие Передайте Скажите Что У нас Есть люди Которые могут быть Примером для многих Но у них Очень затрудительно Не деньгами помогать Молитвой Я не денег прошу А соучастие В том Что у нас Вот это Если бы люди Мне не помогали А мне помогали Здесь и евреи И кто только не был Зная Состояние книг Главный банкир Край этого Вы знаете О ком я говорю Даже Произносить И помогал Даже высказать нельзя Как Имея все эти книги Как у нас Была тут Фаина Соломоновна И я тогда Сказал Судя по тому Как считаешь Библию Пришел к погибшим Обцам Израиля И все Бунтует евреи Против Бога Он их наказывает Такая мысль Закрадывается Как будто Бог ошибся Не то племя избрал Как она Поднялась Тогда на меня А вот Такому-то Книги даете Ну вот этот банкир А он Да он как это Я говорю А как раз книга Это уже давно у него И он при том Не просто имеет А считает И не просто считает А всем сердцем Воспринимает Это Бог делает И чтобы Вот это дело Нам поправить С аппаратурой Я ничего здесь не могу Не участвовать Никак Только тем Что сказал Если это от Бога Бог как-то усмотрит Пусть это в одни руки Собирается У кого-то Я не знаю А аппаратуру покупать Я думаю Виктор Он все знает И поехать Ну найдите кого-то У нас По финансам Ленина Степановна Задевать отдельно Чтобы никто Не уточнил А У нас предложение К вам уже есть Ну я сейчас Подожди Закончу Вот Сами сделаете У нас в лагерь Прижал один человек Фамилия Церт Вы сами А вы все уже сделали Знаете Как из гроба Человек может разговаривать Церт Михаил По фамилии Он немец Цертли Кто у нас немцев Тут нету Это означает Нежный Нежный Он был Не буду говорить Биографии его Но вдруг Говорит одна сестра наша Что он умер Так нет Сестра Надо сходить к матери И узнать Хотя примерно Что у него было Как Кто-то Чтоб сходил Он лег спать Вечером И не проснулся Почему Сердце остановилось А почему Ну а я то знаю Во-первых Не одну воду пил А даже Чуть не замерз Собака не подпускает Лежал руки Все оборожено было А второе Курил Но дело Я не для этого Чтоб там судить Дело в том Что он у меня Покупал книги И книги эти Сергей Павлович Привез Это он говорит Уже из гроба Он Поветки Какие-то Закладки делал И на прошлое Воскресенье У нас сидели люди Здесь из Новокузнецка Галина И Светлана И эти книги Теперь я От лица Михаила Туда отдал Он-то мне Как бы Не близкий был И с наказом Чтобы молились За него Я считаю Это он подал И Оттуда Он сохранил Эти книги И теперь они Постоянно открывают Будут молиться За них Вы научитесь Искать эти зацепки Ну не так Что совсем В человеке Ничего не было доброго Это надо очень хорошо Знать человека Что совсем Совсем не было Не знаю Я слышал Такой рассказ Однажды Дочка говорит Мама Ты обо всех Так отзываешься Все что-то взять Да наверное Ты бы О сатане Даже дала бы Хороший отзыв Не хороший Говорит Ну а Что-то Можно взять А что Неутомимость Он сто раз Нападает на человека Подсаживает его На всякие грехи Он не может взять И он неустанно День и ночь трудится Вот это ответ Когда я это привел В одном месте У меня один протеерей оболчился Вы сатанизм проповедуете Сохрани Бог Я говорю Если Ну это Ян Златоус говорит Люди стоят в храме Говорят Разговорами кучи навоза принесли Сравнивать со львами Вы хуже Со змеями хуже Сравнивать с демонами Людей Прихожан Сравнили с демонами И оказывается Демоны не пьют Не серебролюбствует Не блудит Он даже Не может с демоном Поставить своих прихожан Мы должны научиться Увидеть проповедь В живом виде Не в бумаге только Люди писания Как нас назвали мусульмане Как они могли в нас увидеть И сегодня они это говорят нам Но вы же люди писания Конечно они себя считают Более правоверными Ну нам то можно что дать Если мы люди писания Какого писания Я могу задать Да Давайте посмотрим Какое у нас писание И вот по моему 18 тому Сравним Ваша равнозначность какая-то Ну например Маленький поток Мы берем 3 главу Иеремии Написано Если жена Там Оставлена Ушла И вышла где-то замуж То может ли она вернуться к первому Никогда не развратится ли вся земля У мусульман Если они развелись И она просто жила А потом решили сойтись Нельзя Доходит прокладки не будет То есть за кого-то она должна выйти Теперь хотя бы фальшиво И вернуться назад Ну сравни Тут считается мерзость А там святость И у нас если она вторая жена При живом кто-то У них 4 официально Ну даже близко нельзя сравнить И мы даже это показать А у них взять О чем я говорю Когда спрашивают Что самое ценное мусульман Я считаю намаз Молитва И собирается Ни два, ни три человека Попал в плен Выход один Или сейчас голову режем Или примешь мусульман Отрежем только внизу Обрезание дадим Ну Кто-то такой Видно Я не пойду Он лежит Уже связанный И кричит Я бил И убивать вас буду Он уже стоит с кинжалом Он еще То ли пьяный Или что Связанный Зарезали Этот принял Считают погибшим Наконец он женился Там возвращается Домой С мусульманкой И вот они за столом Пить Русские Это встречи Мужом Михаил Ты где был В рот не берет У нас не положено Как ты мог продаться Каким-то басурманом Он молчить Ничего не говорит Так Извините меня Я пошел Куда пошел Я вижу у вас холм Хороший здесь Пошел У нас намаз По времени Приехал в Россию Намаз Да у нас из плена Который приходит русский Пойдет он отдельно На молитву Если он христианин остался Он в секту пойдет Православие не пойдет Православие сегодня По авторитету Ниже никогда Мировая история Не было такое И везде Абсолютно везде Деньги задействованы И трусость Трусость и корысть А как у нас Мы чем лучше Я не буду здесь Вставлять и сказать Как мы в этом Участвуем Самое Маленькое Еще хотелось сказать Если уже так Нам это понятно Люди Писания Давайте оправдаем Это слово Поставить себе Задачу Ежедневно У кого дети есть Внуки За слово Божие Садиться Чтобы Библия Лежала Выше всего Евангелие Чтобы как Серафим Саровский Готум Плавал в Евангелии Тогда можно было бы Читать Две дисциплины Преподают Уметь счет делать Интересно как Учили Первый год Учили буквы В России была грамота Второй год Учились две буквы Слагать вместе А на третий год Три буквы Слагать вместе Сравнить с сегодняшним Да он В первом классе Сходит В конце года Уже Сенат Прочитает Они сейчас идут Все читают В школу Все уже читающие Три года учили Сенат Прочитали Мы это все В интернете Поворят Ну по годам Как было Я был Просто в удивлении Итак Я говорю о том Что больше Внимание детям Внимание перед Богом За Словом Божиим Мы Люди Писания И так Исследуйте Писание Ибо через них Вы думаете Иметь жизнь вечную А если не через них Нету нигде И не думать Надо исполнять Ибо они Писание все Свидетельствуют О мне Говорит Господь Какой бы стих Писание Ты не прочитал И всегда думай А что тут о Господе Сказать Ну как Славьте Бог Там зайцы Спрятались там В горах И прочее Это ты создал И в горы И зайцев И через это Нас научил Какие они уязвимые Как утка Они неиспремленные Они будут дальше Как это так Господи Сохрани нас Ты сказал Что род сей Не приедет Христианский До твоего пришествия Будет То есть Чтобы оно заговорило И ребенок Вы не думайте Что он Ухватит это Утром встали Рано на молитву Там Как у нас 4 стола Все помолитесь А потом Потом Спать Сколько тебе не достают На молитве Все должны быть Домашняя церковь У кого Домашняя церковь Сами посмотрите Ну вот Немногие Поднимут руку Что рано встает И что дети Которые пришли Смлохи И дитя Все стояли На молитве Я сказал Ясно Послышали Постарайтесь Это как-то Начать Притворять Как говорит Вы начаты Ахахаи Чтобы другие увидели Да Христианство Как златоузг Это не шутка А для многих Это пустой звук Водящий Другим Заблуждение А я верующий Я христианин Он на счете Не 85% В стране А посещает Не более 2% Я рассказывал У нас В АГТУ Технической университете 21 тысяча студентов Из цепеников Евгения Павловна Она кандидат наук И она исследовала 5 лет Взяла 100 групп 3000 человек И все записывала И там Сколько Что ты знаешь Почему в церковь ходишь Ну все 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 вопросы И оказалось Сколько крещеных Некрещеных Крещеных Оказалось 99,9 А знающих О Боге Только 0,1 Это ответ И она собирала 5 лет Это все Напечатали И Алтайская миссия Перепечатала себе Я пошел к ней Чтобы поблагодарить ее Я говорю Вот она стала Как Говорит Церковь Леонная Там поет И преподает И поет На клиросе Или я не понял В хоре Или Интересный человек Это во-первых А дальше Когда я рассказал Все Она испугалась Я говорю Это Обзор Показал Что священники Не работают И как они На суд Божий Представнут Когда гибнет 99,9 Тех Которые прихожане Да одна душа Погибет По твоей небрежности Неумышленно Я вам зато Узговорю О священники Всей жизни Не хватит рассчитаться Ибо за нее Умер Христос Вот Примените у себя Это в семье Богу слава Аминь Спасибо Христос Игнать За ваше Немногих Потеряли Гордыня Даже не прикоснуться Прикоснулся Как мной Посадил ее Головки Прикоснулся Такая Отряхнула Даже Чтобы Не было даже Среда От моей руки На ее голове Что она будет Слушать Здесь Наши слова Наставления Я и сам Виноват Сын мой Приходит Через пень Колода Через огнодок Через две недели Да и бритый Что там говорить Потерял Хотя старался Наверное Недостаточно Поддавал соблазн Как и дочери тоже И тем не менее Будем говорить Если не будем говорить Еще хуже будет Еще больше потеряем А так Следуя пословица Латинская Капля долбит камень Не силой А частым падением И прежде всего Обратите на себя Внимание Потому что Себе Начните изменения Чтобы дети Увидели Вашу Искренную Любовь К Богу К Слову Божию Прежде всего Вот тогда Что-то изменится Печально Печально Что Так Мы теряем детей Открою муши На Слово Божие Все убедяются Занятия Кто станет Значит Еще У кого есть Слово Наверное Будем закругляться Будем закругляться Будем Помните Рабу Анастасию Нашу сестру Лариса болеет Брат Сергий Из Воронежа Помните Несите его на крыльях Молитвы Лена Сокольских Лена Сокольских Жизни Как бы достойна Не как бы А достойна А сколько ему лет Уже сейчас Лет 60 Сказали Не больше 60 Не больше нет Старопляйтесь верующим Старопляйтесь верующим Он вот исповедовался В Пасху Да Конечно Ромка и Илья Тоже Значит Сейчас Песнопение Занятия И Вечером Шесть часов Да По скайпу Девчата Которые живут У меня Лиза Санфисой Они устаравляться Молятся Так что Не теряйте К нам не будут ходить Да Ходи Драво Загодить Тихо 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 Тут всегда занимался Михаил Петрович Я не знаю Помощь нужна тут или нет Территорию убрать Да можно приходить На неделе Даже по двое Кто-то с кем-то Угол один вымени Здесь инструмент Есть Много листьев Травы Все обрезать Надо старые Морослы Так Могу Я сложила Напишение Наш разговор Нас произведу Полезное Она неравнодушная Давайте я скажу Что я спросила Вот в прошлом году Просто здесь Ну летом бывает жарко И я говорю Что вот в Потеряевке И ласточки летают И окно открыто И все Душно здесь Да И многие тогда Заткло Да Заткло Помню Пришел брат Один говорит Ну как заходить На неделю было закрыто А из погреба Как раз Картошка там Чья-то прокисла Мы пришли Летом Вот дышать нету На улице все стоим А никто заходить не хочет Ну как-то вот Заткло И нет проветривания Дверь открыли Толку нету Все форточки запечатаны Конечно Если их распечатывать То тогда Кузиме Должен кто-то Их обратно Замазывать Проклеивать Я предложила Может быть Не убирая решетки То есть защита Это дает решетка Не окно Не стекло Стекло Камнем можно разбить Поменять одно окно Чтобы была Расплошная Ну вот как у В пластиковых окнах Форточка Или одна Расплошная створка Сеткой Чтобы не макомары Не летали Желательно вот там Чтобы открыло Так Чтобы на сквозняк Сошел От двери шло И многие это сказали Но даже батюшка Подошел Все говорит Скажи Скажи Он тебя даже Слушать не будет Другая сестра Говорит Он тебе скажет В аду еще жарче Терпите И мне так Здесь сказали Он говорит Даже слушать не будет Стой Терпи Ну все Зашли Терпели Я вот Сейчас опять лето Он уедет А батюшка Сказал только С его разрешения А Игнатибрь сказал Что тут Как в аду Терпите Ну и я поэтому Подошла Думаю А вдруг Вот он как бы Насчет форточки Хотя бы Да С какой-то Он Игнатий Тихонович Ну кто Вначале Понятно Что вдруг Он разрешится Потому что Он здесь главный Это его дом Игнатия Тихоновича Перед ним На коленях стоят Что вы не понимаете И вот я к нему Сегодня С этой просьбой Подошла Потому что Уже Володя уезжает И он тоже Скоро уедет Деньги есть В кассе Насобирали 60 тысяч На храм На одно окно Тут На пять Не надо Никакое окно Нужно Вентиляционный канал Все Это буквально 30 сантиметров Вот Засунул туда Трубу Готово Как у меня в доме У меня в каждой комнате Вентиляция И что Случилось Дом рухнул Что ли Или что Сделать Ну что Делать Он же не дает Тогда надо В каждой комнате Делать А не в одной Да ладно Хотя бы Там сделать Церкви Мы все хотим Форточку И здесь летом Да не форточку Опять Ты че ты с этой форточкой Форточка Она не нужна Форточка Не нужна Не нужна форточка Не надо А летом Здесь когда Собрание Тоже дышать Некоторые выходят Только что Можно сделать Вентиляцию Через стену Можно через потолок От него От него Простывать будете Не надо Минимальная Минимальная Затрат Никаких затрат И никто Туда не пролезет Это вот такая Вот труба Вот на 150 Все Она закрывается Она закрывается Естественно Естественно Все Затыкается Утеплителем И все Как тот Вон Лигнать Тихонович Он сейчас тебе сделает Подпрыгивать будешь Я уже давно Это говорил Все Что тут делать Делов то Ну кто не верит Придите ко мне В дом Посмотрите У меня канал Вон Никита Сидит Под ним Сидит же Под ним Уже Не замечает Даже Что такое вентилятор Я знаю Когда у меня в доме Работала Том студия Там 15 магнитофонов И ферромагнитный слой Превращается в пыль Что там в доме было И поэтому Мастер поставил Вентилятор И он там По сегодняшний день Не стоит Вторая строительная 62-16 И на улице Люди не могли понять Что это за запах Такой Ну представьте Там Все одновременно Крутятся На скорости 7 раз На 2 дорожки Там вообще Я по недели Больше По месяцу Не ложился На кровать Только сяду Захлопали Кончики Опять переставляю Это была работа Мы посещали Баптистов Отделенных 144 Северо-западные И вот нам показывают Как у них Холодно Смотрящие братья стоят Где-то И одна из них Женщина Солстенко Люба Может сказать Она Ух Жарко Открыть Братья сказали Сестра Не надо Макисон Ну как не надо Тут такая Все потные стоят А там почти Вплотную друг к другу Много очень И дети здесь И хор поет Она прям рвется Успокойся И наконец Братья видят Что начинается Скандал Свалка Они отошли Она своим характером Сбила все Я многому У них научился А это не я говорю Это у Серафии Масаровска У других встречается Как бы тебе трудно ни было Не так как в аду Вот приходишь Насколько Смеется тот Говорит Хорошо Кто последний Не надо сильно смеяться Дело в том Что они были в подземелье Говорят Какие пещерские лавры У них ни вентиляторов Ничего не было Я там проходил Сегодня Ну в это время И видел Как можно было терпеть А другие в пустыне Ну представьте Вот приходят люди И к кому К Антонию Великому Это самые великие Привели бесноватую Он только помолился Говорит А мне не одолеть Этого бесна Бес очень сильный Но что делать А вот Знаете Сейчас пойдете Килогетров 5 И там есть один человек Такой Павел называется К нему обратитесь Они пришли Мне Павел 3 простые А он проще Мне оттуда жил Кто я такой Там В которой старик Живет Кто Антоний Он сказал Что ты только Можешь узнать Я Да что же сразу Не сказали Он сразу А тут Температура Там уже Градусов 50 И он Голыми ногами Заскочил На валун Дым пошел Как бес Завопил Бог сделал Что больно не ему А больно демону А в Антоний Сказал Чтобы изгнать тебя Пошел Вон из нее И он выскочил Бес Я не случайно Говорю Когда ты Этому доверяешься Мне пришлось Я табачный Дым не переношу И вот Такой комнаты Ни одного Вентилятора Ничего нету День и ночь Курят 70 человек 70 Совершенно Вот на таком расстоянии Даже человека Не видно И все Остался целый Здоровье только лучше стало И поэтому Я начинаю говорить Вот здесь мы сколько находимся От вас 27 лет Ни один кирпич не залетел Ни одной пахости Нам не кинули А обстановка была Дети играли Снежок попал Они тут на меня И я отвечать буду Теперь У меня В лагере За 45 лет В озере Ни один не утонул Ни один Здесь 48 Или 50 Не сгорели дети Я показываю результат А дисциплина Самая строгая Ну писатель приезжал Тут тогда был Дмитрий Львович Быков И он говорит Тише Да и как погибнуть Шагу ребенку Не дают нигде шагнуть Когда А как Не утонул ни один А катается Каждое воскресенье На лодках Ежедневно до 6 раз А глубина Не меньше 2 метров А то и больше Ни один не утонул И все Повреждение какое было Только одна девочка Без разрешения Без благословения Разбежалась Из дерева С берега Сыганула А там под водой И она на стычок Напорола ногу Было такое? Вот она вам расскажет Что было Говорит Она очень хорошо это знает У нас правила были Не нырять Потому что Севая остается А пирс поднимается Мы номер Ты прыгнул головой Стукнулся У нас есть знакомая Стукнулся головой О бревно И Вот так Не приведи Господь Я над ними дрожал Порядок Три поклона из лагеря Дошли Опять помолились Старший Благословите Некому идти А девочки Пошел я Все благословились Не раздевается Я отошел Подальше Забугор В крапиву лег Они меня не развалили Я там и спал Они уже ушли в лагерь Я все сплю Лежу Всегда нужно найти Как говорят Альтернативный Какой? Вот сейчас говорят Где-то поставить Вот об этом обсуждайте Куда поставить? Если можно Вот сюда вот поставить Вот Вот окно Чтобы не на улицу было Вот Вот Даже не в окне Это речь идет Не в окне Рядом В стене В стене сделать Почему не сделать Потому что Оно в углу В дырку делает Окно Окно Больше будет холодить А стена Меньше Ее потом Закнул дырку на зиму Готово делать А окно Уже сложнее Сколько нужно? Дырок Да Здесь Здесь делать Вот сюда В храме По прямой делать Ну две Сюда и сюда И все Ты довольна? Очень Алина Значит ты не права была И батюшка был не прав Сказал слушать не будет Я хочу чтобы было сделано Так чтобы не было вреда Батюшка Просто шкакройте Целопарь сняли Все оторвали Зима Нигде ничего нету По новому Иди покупай И опять прибивай Чудо Божье Слава тебе Аллилуйя Аллилуйя Завю Господа Значит Кто я привожу Так Спасибо Поручи Ангелы Вопияжи Благодать Хорошо сделаем Открым Как Поручи Зд 对 Нигде Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаятся в небрежении своем и проповедуют смело и инославному об Иисусе Христе. Господи, правят и суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас Тебе кратно в день проставлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо.